400 лет назад, а именно 24 июля 1618 года, в нашем языке родилось слово, которое сразу заняло первое почётное место среди таких важнейших понятий, как мама, родина, язык. Это слово «букварь». Им наши предки называли печатную книгу для начального обучения письму. Она была издана в типографии Виленского свято-духово-православного братства в Евье, одном из древнейших издательств в Великом княжестве литовском. В жизни каждого человека книга для начального обучения грамоте занимает особое место. С азбуки либо с букваря начинается наша сознательная жизнь. Человек, который научился читать и писать по букварю, всегда помнит свой первый учебник. Несмотря на то, что Беларусь сыграла исключительно важную роль в становлении букваря, для широкой публики история этого феномена оставалась практически неизвестной. Александром Александровичем Суши было проведено, я бы сказала, такое масштабное научное исследование, касающееся истории букваря. Результатом этого исследования стала монография «Белорусский буквар» о национальной и сосредной просторе. Эта монография вышла в этом году в издательстве «Беларусь» и представляет собой такое фундаментальное исследование высокого научного уровня в области истории букваристики. В Брестской областной библиотеке имени Горького состоялась презентация исследователя и культуролога Александра Суши фундаментальных научных трудов, монографии «Белорусский букварь» и исследований букваря в Беларуси. История создания букваря в интерпретации автора оказалась чрезвычайно интересной, а ценность полученных знаний говорит сама за себя. Участники мероприятия узнали, когда и где вышел первый белорусский букварь, сколько их было, как они выглядели, что было на первой странице и с чего начиналось какое-либо обучение. Над монографией Александр Суши работал более 10 лет. Автор использовал свыше 100 различных источников, более 700 иллюстраций из фондов, позволяющих увидеть, как выглядели буквари в разное время. Ведь большинство людей и вовсе об этом не знает. Поэтому Александр Суши решил исправить ситуацию и рассказать соотечественникам о большом вкладе наших предков в дело обучения грамоте. Автор вернул эту книгу из забвения в 2015-м. Ему помогли связаться с библиотекой Middle Temple, а с разрешения хранителей раритета «Беларус» сделал цифровую копию издания. Была надрукованная при уделе наших протков в 1618 году в Евгейской друкарне. И этот феномен поклав начаток новой эпосе. Таму, минавито, выдание 1618 года есть выключно важным этапом в истории айчинного научения. От гэтага буквара началась новая эпоха и удалейшим. Беларусы мели самое непосредное дачанение до заявления первых таких букваров, первых выданий, которые назывались букваром и мели ответственность мест и в России, и в Украине, и в Польше, и в Латвии сучасной. То есть мы не только вспрымали чуженники, уплывы, что бывало, конечно, так не может иначе не быть, а ли беларусы стали у некой ступени створальниками культурной традиции, якая же веда гэтуль. Фоксимили включают точное воспроизведение самого раннего печатного пособия для начального обучения грамоте с сохранением всех дефектов и пометок. И теперь можно с уверенностью сказать, что началась новая эпоха в истории беларуского букваря, которая сама по себе очень богатая, разная и интересная. И это один из символов наших предков. Продолжение следует...